Ну, подзабытая, да, подзаброшенная, скажем так, территория. Убирать, конечно, убирали, да, ну, просто лавочки, просто скамейки. Зелёный уголок на пересечении улиц Рокоссовского и Ворошилова скоро получит новую жизнь. То, что эта территория попала в федеральную программу благоустройства, заслуга инициативных жителей Южного микрорайона. Хотелось бы увидеть хорошую детскую площадку, безопасную детскую площадку, где дети могут играть и родители не будут за них переживать, да, по поводу проезжей части, чтобы она была безопасна и в плане покрытия, и в плане качель, ну, и архитектурных именно форм. Для удобства хабаровчан решили сохранить народные тропы. Тротуары проложат в тех местах, где привыкли ходить местные жители. Да, вот я смотрю, как люди ходили, то есть вы сейчас вот это всё будете в брусчатке выкладывать? В брусчатке, ну, здесь у нас будет транзитный, это будет асфальт, да, и здесь брусчаточка. В принципе, как людям удобно было ходить вот так? Мы постарались их всех сохранить, да, именно вот народные тропы. И, собственно говоря, из-за этого у нас и пошёл снос зелёных насаждений, потому что узенькие были тропиночки, по которым люди ходили, нам их пришлось чуть-чуть расширить до норматива. Основной объём работ подрядчик завершит до конца августа. А в сентябре уложат резиновое покрытие и установят качели, лавочки, урны и другие малые архитектурные формы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как правило, при реализации программы «Комфортная городская среда» в порядок приводят только сквер, а подъездные пути к нему остаются неухоженными. Эту практику решили изменить в администрации индустриального района. «Подъездные пути к этому скверу будут сделаны, планируются сделать. Мы сюда уже приезжали с управлением дорог. В настоящее время готовится смета. И когда сквер закончится, мы будем делать дорогу от прогрессивной заезд к домам Ворошилова 14-16, вокруг сквера и в ту сторону к детскому саду». Следующий сквер, который приведут в порядок в индустриальном районе в 2023 году – территория в районе улицы Ворошилова. По предложению районной администрации, там могут поселиться топиарные фигуры хозяев тайги – тигра и медведя. Продолжение следует...